всем привет меня зовут алексеев николай это наш с вами второй урок из цикла по level дизайну в unity и сегодня мы с вами поговорим про прототипирование прототипирование это процесс создания прототипа вашего игрового уровня то есть некой болванки который еще не является полноценным уровнем но уже есть почему побегать и понять что где будет находиться и как это вообще будет в дальнейшем выглядеть делается прототип в первую очередь для того чтобы когда вы создаете уже финальную сцену все основные подготовительные работы были завершены и вам не придется их проделывать именно на ваших уже готовых моделях то есть вы будете делать прототип из болванок из каких-то моделей которые не являются чем-то важным что не жалко будет испортить в основе своей будет использоваться просто примитивы то есть кубы сферы плоскости и так далее ну и чтобы долго не затягивать сразу начинаем то есть как я уже говорил я все-таки буду рассчитывать что вы хоть раз но открывали unity поэтому не буду объяснять прям мельчайшие детали но тем не менее показывать буду с самого нуля и так первое что мы делаем это собственно мы открываем unity и создаем новый проект то есть для для этого нужно создать кнопочку new указать папочку где это будет находиться наш проект будущий задать ему какое-то название которое вас будет устраивать также при создании проекта вы можете выбрать пакет ассетов которые будут сразу включены в проект мы ничего выбирать не будем потому что нам в данном случае здесь ничего не нужно новые вот из этого списка можете выбрать все что угодно также можете сразу выбрать 2d проект у вас будет или 3d ну и собственно нажимаете кнопочку create и ждете пока unity закончат подготовку вот у нас создался проект открывается первая сцена и мы на ней видим ровным счетом ничего не видим кроме источника освещения и камеры сразу же создадим папочки для структуризации данных внутри нашего объекта я создаю папки для шейдеров материалов и текстур потому что в данном уроке я буду использовать один шейдер я набросал простенький или free три планара шейдер который поможет вам в создании именно уровня чтобы просто легче было ориентироваться в пространстве для того чтобы юнити узнал о существовании этого шейдера нужно просто ее положить в любую папочку в вашем проекте ссылка на скачивание шейдера будет в описании вот далее мы идем в папочку с материалами нажимаем create new material задаем ему любое имя которое вам нравится и выбираем соответствующий шейдер он будет находиться в папочке range.js на нем буквально одна текстура висит вы получите шейдер который позволит вам накладывать текстуры на объекты без привязки к их юви развертки если вы можете их масштабировать изменять двигать но текстура на них всегда будет лежать одинаково то есть примитивы в юнити создаются достаточно просто вы прямо на сцене кликаете create 3d object и выбираете тот примитив который вам нужен материалы на них накладываются ничуть не сложнее просто перетягиваем мышкой и получаем уже наложение текстур соответственно вот мы двигаем наш кубик а текстура все время остается на месте мы можем его поворачивать видим наложение текстур небольшое потому что по совести этот шейдер просто проецирует нашу текстуру в масштабе именно мировых координат на все модели на которых есть этот материал с трех разных сторон как я и говорил до этого нам понадобится контроллер персонажа я буду использовать стандартные встроенные контроли персонажа в юнити для этого я просто импортирую ассет с персонажами у вас это также вы можете использовать стандартные можете использовать собственный который вы будете использовать в своей игре но что должен сказать именно по метрической системе которую использует юнити то есть в юнити есть некая собственная система размерностей и в теории эти размерности являются аналогией метрической системы стандартной то есть единица размера в юнити равна одному метру это легко проверить на используя куб который по умолчанию создается размером 1 на 1 и поставив рядом с ним контроллеры персонажа стандартные мы видим что куб увеличенный в высоту до двойки чуть выше стандартного контроллера персонажа который представляет нам мужчину среднего роста то есть ориентировочно порядка там метр семьдесят метр восемьдесят куб слегка выше его соответственно мы можем предполагать что куб действительно два метра и значит все дальнейшие размеры которые мы будем использовать они будут именно ориентироваться на этот то есть то что все единицы измерения в юнити равны метрам в реальной жизни сейчас мы значит все это добро по удаляем со сцены и будем дальше уже начинать работу над уровнем собственно весь уровень мы будем делать вот буквально из этих кубиков то есть из примитивов зачем и почему я объясню чуть чуть попозже на шейдере который написал можно настраивать тайлинг так называемый то есть вы можете увеличить уменьшить масштаб текстур для этого там есть всего один параметр который можно менять чтобы не слишком часто эти клеточки моросили устанавливать и как вам удобней и дальше сразу принимаемся к работе над уровнем я набросал небольшой план то есть это просто взаиморасположение помещений тут ни размеров ни пропорций ничего не соблюдено то есть просто просто план и это подразумевается что это будут коридоры некого бункера или подземелья то есть мы будем на это ориентироваться и ну начинаем работать собственно в юнити для работе с примитивами да не только с примитивами вообще с любыми моделями есть основные функции взаимодействия это перемещение вращение и масштабирование для их применения есть горячие клавиши то есть к ним очень желательно себя приучить это даблую это перемещение буковка и английская русская у это поворот буковка р в этом масштабирование также есть еще т это трансформирование и кью это обнуление выделения собственно на сцене вы можете легко дублировать объекты нажимая сочетание клавиш control d то есть это создает просто копию выделенного объекта собственно именно этим мы практически и будем пользоваться мы мы создали один кубик и дальше будем его очень много раз дублировать таким образом создавая помещение то есть стены потолки и все вот это добро будет по моему создаваться именно простым дублированием изначального нашего самого первого кубика то есть сейчас мы создаем первую комнату просто чтобы понять масштабы вообще помещения внутри уже расположен контроллер персонажа мы сейчас запускаем игру и смотрим что наша комната достаточно большая то есть ее надо уменьшать таких коридоров подземельях обычно не строят вот соответственно мы опускаем потолок сдвигаем стены до тех пор пока наша комната не станет меньше размером так как у меня изначально на плане не продуманным были соотношения размеров именно помещения но я лично буду их подбирать методом научного тыка но именно для этого нам и нужен как раз таки этап предпродакшена чтобы все это было продумано именно тогда тут очень важным нюансом является некоторые правила архитектуры и вообще строительства то есть желательно слегка немножко поднатянуть себя эти знания например такие вещи что стандартная дверь должна быть 0 9 в ширину то есть 90 сантиметров это такие очень удобные вещи и сейчас мы еще дойдем не только до этого то есть у нас очень важным моментом будет являться лестница которую мы будем строить я периодически буду ускорять видео потому что там будет много бесполезной информации останавливаться буду только на важных каких-то аспектах а в те моменты когда на экране будет происходить что-нибудь бессмысленное или не особо важно я буду просто рассказывать какие-то важные теоретические аспекты просто как совет то есть это не правило как прям истинно последней инстанции но совет особенности этот совет касается сцен в открытом мире то есть не в зданиях а на открытом воздухе ваш игровой уровень обязательно должен быть многоуровневым то есть многоуровневым по высоте зачем это делается такой легкой хитростью вы добиваетесь увеличение пространства своего игрового уровня в качестве примера можно взять абсолютно любую игру где есть открытый мир но вот у меня эта хитрость запала еще со времен первых готик что первая что вторая готика их игровой мир был очень маленький по размеру в первой готике это не так ярко выражено а во второй очень ярко у вас есть остров достаточно небольшого размера но вы в нормальных условиях просто не сможете от края до края пробежать по прямой потому что там есть овраги там есть скалы горы и вот вы на карте смотрите что ваш персонаж находится вот буквально в двух метрах от дома который вам нужен но этот дом находится на высоте 20 метров над вами и вам нужно вернуться назад обижать скалу с обратной стороны и по тропинке на нее подняться вот именно эта многоуровневость обеспечивает вам дополнительное пространство в вашем будущем игровом уровне что касается закрытых уровней то есть это помещение зданий здесь ну это просто более интересно то есть если у вас какие то есть лифты лестницы и прочее это будет просто интереснее нежели вы будете бегать по одному этажу вот мы дошли до очень важного момента это создание лестниц тут опять нужно вернуться к вопросу о знаниях архитектуры то есть у строителей есть понятие того какая лестница будет считаться удобной какая нет критичным минимальным наклоном считается порядка 25 градусов критичным максимальным порядка 45 градусов то есть лестница с уклоном больше 45 градусов уже не может считаться удобной так же как и слишком пологая лестница оптимальный вариант это угол 30-35 градусов вот самый оптимальный угол который стоит выбирать и соответственно его же вам стоит выбирать и в вашей игре Зачем я еще говорил по поводу метрической системы в Unity То, что размеры там в принципе соотносятся с размерами в реальном мире Используя эти размеры в дальнейшем То есть вы будете знать размеры своего кубика Просто смотря на поле scale, то есть масштаб его Вы будете знать, грубо говоря, размеры помещений, которые вы уже создали И это поможет вам в дальнейшем Вам или моделеру, которому вы будете передавать информацию Уже в графическом редакторе делать помещения, используя эти соотношения сторон То есть вы уже будете знать все размеры В принципе, если вы эту работу провели на этапе именно при продакшена То есть у вас план будет не так, как у меня Просто от руки нафигачен, лишь бы было А именно с размерами, со всеми соотношениями сторон, с высотами и прочим То тогда вы просто уже прототип будете по этим размерам строить Вам будет гораздо легче Ну и, соответственно, по этим же размерам будет строиться дальнейшая модель И вот мы опять дошли до этапа создания лестницы Здесь по плану у меня должна быть финтовая лестница Поэтому просто наклонными плоскостями ее уже, к сожалению, будет невозможно смоделировать Нужно будет моделировать именно ступеньками Проектирование лестницы лично для меня является достаточно сложной задачей Потому что вы должны правильно и грамотно рассчитать размеры и количество ступенек, которые будут входить в вашу лестницу У вас есть конкретный подъем, допустим, что вы должны подняться с первого на второй этаж И высота потолков в вашем помещении подразумевается, грубо говоря, 2,5 метра А место на лестницу у вас ограниченное пространство То есть вы не можете сделать ее, не знаю, 10 метров в длину Соответственно, вам нужно ее как-то изворачиваться Либо делать ее поворотной, либо винтовой, либо слишком крутой И, исходя из этого, вы должны именно рассчитывать количество ступеней и их размер К примеру, я на этом плане не предусмотрел соотношения размеров помещений В связи с этим у меня лестница просто никаким образом не помещалась в отведенное ей место И пришлось увеличивать размер комнаты, из которой лестница будет выходить В этап прототипирования также может включаться и размещение на сцене Не только основной геометрии будущего уровня, но и каких-то функциональных элементов Таких, как, например, лифты, механизмы, рычаги, двери и прочие элементы С которыми игроку будет предстоять взаимодействовать Но если, допустим, у вас этих объектов или моделей еще нет Вы можете просто создавать их из тех же самых примитивов Главное, что если вы сам программист, то, соответственно, их надо будет настраивать, чтобы они работали Если же у вас отдельный программист, то нужно будет его попросить, чтобы он сделал для вас отдельный префаб Который будет выполнять данную функциональную роль И вы уже просто размещали их на сцене А к моменту детализации сцены они будут уже заменяться на реальные объекты Также, когда вы, либо ваш моделлер, будете моделировать будущую сцену, которую вы только что запрототипировали Нужно обязательно никогда не делать здание единым целым мэшем Оно должно состоять из нескольких объектов Для чего это делается? Это делается для того, чтобы облегчить работу игровому движку Мы об этом более подробно поговорим на этапе оптимизации игровых сцен Но к этому моменту вы уже должны знать, что если у вас будет гигантский дом сделан одним цельным мэшем То оптимизировать вам будет просто нечего У вас все будет слишком тяжелое и оно будет таким навсегда Возвращаясь к вопросу о настраивании всяких разных префабов, программировании и вообще использовании Unity Сейчас небольшой анонсик На канале LoftBlog, где я выпускал свой предыдущий цикл уроков Есть также цикл уроков по Unity Этот цикл не был закончен в связи с тем, что предыдущий автор отказался его продолжать Данный цикл уроков буду заканчивать я То есть курс будет полностью посвящен использованию Unity Именно как полноценного инструмента по разработке игр То есть там будет и программирование, и общение с Unity API И работа именно с интерфейсом самого Unity И его внутренним инструментом и так далее То есть если вам интересно, то идите на LoftBlog И там смотрите плейлист с циклом уроков именно по работе в Unity Ссылочка на этот плейлист будет в описании к данному видео Итак, значит, вот у нас получилась такая сцена Игровая полностью Она практически полностью соответствует изначальному нашему плану За редкими мелкими исключениями Здесь в конце у нас подразумевается, что будет какая-то цель Ради которой вообще игрок сюда шел Мы ее разместим на этапе детализации сцены Ну и в целом можно подводить итоги То есть что такое прототипирование и зачем оно вообще нужно То есть это второй этап разработки любой игровой сцены То есть сначала у нас идет этап препродакшена На котором мы проводим все подготовительные работы Рисуем планы, схемы, находим какие-то референсы Полностью продумываем, какой будет наша сцена И дальше на этапе прототипирования мы пытаемся то, что мы продумали, создать И создаем это именно из подручных средств То есть если у вас есть какие-то модели, можно использовать их Если моделей никаких вовсе нет, то используются просто примитивы Это делается для того, чтобы была возможность оттестировать данную сцену На общую играбельность Вполне возможно, что то, что вы придумали на бумаге Внутри игры будет смотреться глупо, нелепо Или наоборот слишком сложно или слишком просто Поэтому вы создаете прототип Отдаете его на тестирование Или сами тестируете Вносите изменения по результатам тестирования Данный этап может занять достаточно большое количество времени Именно цикл тестирования, доработка Тестирование, доработка К следующему этапу разработки игрового уровня А именно его детализации Можно переходить только после того, как уже все одобрено И все решили, что да, вот именно эта сцена будет выглядеть именно так Все, больше изменений вноситься не будет Тогда мы будем переходить уже к следующему этапу разработки Который будет именоваться детализацией На этом этапе на игровой сцене все примитивы будут заменяться уже на реальные модели Либо, может быть, на данные примитивы просто будут наноситься материалы и текстуры соответствующие То есть кому как удобнее, кто как сделал изначально Но именно задача будет в том, чтобы придать сцене уже художественность и красоту И именно перед этапом детализации и после этапа прототипирования Вы можете художникам уже поставить задачу Какие именно модели вам нужны То есть вы идете к моделеру и говорите Вот дальше мне нужна такая-то, такая-то, такая модель Все, и моделер уже их рисует Ну, либо вы себе ставите эти задачи То есть вы посмотрели на прототип Вы посмотрели на свои фотореференсы, которые вы выбрали еще на этапе при продакшена И таким образом вы уже знаете, как вы хотите, чтобы ваша сцена выглядела И, соответственно, исходя из этих соображений Уже моделируете сцену такой, какой вы хотите ее видеть То есть делаете какие-то различные мелкие модельки Какие-то, может быть, деколи готовите В общем, что-то, что будет придавать красоту вашей будущей сцене Ну и на этом на сегодня все Как обычно, я жду ваших комментариев Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх Если не понравилось, ставьте пальцы вниз Обязательно пишите, что именно не понравилось Можете рассказать об этом видео своим друзьям Возможно, кому-то, кроме вас, оно тоже будет интересно Ну и увидимся в следующем уроке Всем пока!